Радищевский район Стару партизану Денису Давыдову и его правнучке Бутровой. Кроме того, покажем знаменитый аленький цветочек, дикий пион и замечательных, радушных, веселых и бережно любящих свою малую родину жителей Радищевского района. Приключения начались еще на полдороги до пункта назначения Радищева. На выезде из Кузоватого в сторону Кевати, известного среди жителей Ульянской области как Края ведунов и целителей, нам встретилась ведьма, вы не ослышались, самая настоящая. Ведьма из русских сказок, пролетая на метле, на полном ходу врезалась в дерево и так и осталась на нем. Мы помня о том, что сей фольклорный элемент из-за возраста входит в группу риска по COVID-19, помогли старушки. Оставшаяся часть пути пролетела быстро и мы оказались в Радищево. Здесь нас встретил школьный краевед, учитель географии Алексей Родионов, который дал нам вводную по посещению района. Вам очень здорово повезло и вы попали в действительно то место, которое наполнено не просто удивительными местами, интересными местами, наполненное культурным достоянием, историческое прошлое. Перечислю наиболее значимое. Ну, собственно, вот сегодня, сегодня в эти дни цветет самый удивительный цветок на земле. Если кто помнит из зрителей, да, Сергей Тимофеевич Аксаков написал свою сказку, в которой рассказывается об удивительно маленьком цветочке, который он должен был привезти дочери. И этот оленький цветочек как раз растет в Радищевском районе. Поэтому хочу сказать, что, собственно, отправлялся купец в Радищевский район, в Радищевскую землю. Быть в Радищево и не зайти в одноименный музей мы не могли. Поэтому музей братьев Радищевых стал первой точкой нашего знакомства с районом. Это поместье перешло сначала к одному из братьев Радищевых, а потом к старшим сыновьям Александра Николаевича, Василию Николаевичу. Вот Василий жил как раз у нас. А Александр Николаевич, в связи с тем, что он был сослан, он был лишен всех званий, всех регалида, имущества, наград, и поэтому владели сыновья. Вот Василий здесь жил. Он наперекор своей родни женился на своей крепостной Акулине Саватевне. Из-за этого, ну, конечно, ей довольную, но дети носили фамилию Васильевы по имени Васильевы. То есть тебе император не разрешил, да? Вот когда они выросли, они несколько прошений посылали царя, и уже, будучи взрослыми, им вернули фамилию Радищевых. Вот, и уже их дети были Радищевыми. И это Хвалынская ветвь, потому что где-то около 140 лет владели Радищевы нашим здесь имением. Потом они разорились, продали имени, купили хутор Радищевых неподалеку от нас. А потом, уже после смерти, вот Василия Акулина Саватевина уехала в Хвалынск. Краеведческий музей в Радищево хорош. Здесь есть не только вся подноготная семьи первого революционера России, как назвал писатель Абилинский, но и более поздняя история. Революция, советские годы, Великая Отечественная война. Есть и уголок, посвященный еще одному великому и талантливому симбирянину, гусару и поэту Денису Давыдову. Но послушать о нем мы решили на родине героя-партизана войны 1812 года. Школьный музей Верхней Мазы посвящен лихому гусару. Кстати, Денис Давыдов встретил нас. Лично. Дорогие гости Верхнемайзенской земли, мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы, которая носит мое имя. Рассказывать о музее можно долго. Упомянем лишь, что здесь есть гусарский мундир, подаренный школе Мосфильмом. В этом мундире снимался актер массовки в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир». А еще есть самая настоящая сабля. Причем старинная. Но о музее лучше расскажут его хранители. Нашему музею в этом году будет 37 лет. Зал, в котором мы находимся, краеведческий зал, который рассказывает об истории села, школы, производственных организаций, о природе нашего края. Раздел рассказывает об истории школы. Наша школа была открыта в 1867 году сыном Дениса Васильевича Давыдова Николая Денисовича. До этого школа была в Верхней Мазе при Денисе Васильевиче, но она никак не была зарегистрирована. И просто Денис Васильевич хотел, чтобы ребятишки крестьянские умели читать и писать. Водушевленные гусарским задором, мы отправились в имение правнучки Давыдова Бутаровой, поселок Октябрьский. Усадьба до наших дней не сохранилась. На ее месте теперь развалены кафе. Но Барский парк, усаженный черными тополями, необыкновенно красивые горы и кишащий рыбой пруд, нам посмотреть удалось. Забегая вперед, скажу, разочарованы мы не были. Здесь стоял дом Бутарова. Двухэтажный, огромный, с колоннами. Почему их разрушали все года, я не знаю. Почему их не оставляли в сохранности? Ну, в моем детстве я бегала здесь по подвалам, израсты собирали от печи, красивые, очень разбитые. Ну, то есть я еще застала эти развалины. А потом директор решил, так как это парк, культурное место, здесь было кафе. Кафе было замечательно. И кормили хорошо, и внутри оно было хорошее, и предназначено было для всего. Здесь проходили и выпускные вечера, и свадьбы. Ну, то есть для нашего села это было хорошее место. И если какие-то праздники здесь проходили, вот бы вы приехали, здесь можно было отдохнуть и покушать. То есть, ну, к сожалению, те времена от нас ушли. Сохранилось и место парковой беседки. Тополя там растут кругом. Кстати, черные от обычных отличаются тем, что кора у них даже на молодых ветках темная, а не зеленая. С этим деревом в Октябрьском связаны некоторые поверья. Местные жители утверждают, что если встать между двух черных тополей и коснуться их одновременно ладонями, то здоровья хватит на целый год, и не заболеешь никакой болезнью. Ну что ж, попробуем. Сбудется или нет, увидим в дальнейшем. А пока нам встретился еще один интересный объект. Как сказала нам наш гид, самый старый пень в Ульяновской области. Мы пофотографировались рядом с ним, посетили место, где был помещичий сад. Кстати, с тех времен еще живы две яблони. Яблоки, как говорят, привкусные, и отправились к пруду. Водоем несколько лет назад был восстановлен на деньги жителей. Жители же в складчину закупили мальков и буквально наводнили рыбой водоем. Покормить обитателей стало любимым занятием сельчан и гостей села. Мы тоже решили попробовать. Действительность превзошла наши ожидания. Это очень захватывающий процесс. По горам мы отправились к диким пионам. Когда-то этот цветок просто радовал глаз. Теперь в Радищевском районе проходит фестиваль его имени. Автор идеи фестиваля – краевед Селищев. Кроме фестиваля район обязан ему своим флагом и гербом. В 2002 году я по еще радио России был. У нас еще радио, как говорится, работало. Услышал, что где-то в диких горах Греции чудом сохранился пион тонколистный. Я не стал слушать дальше. Меня это возмутило. Как это пион тонколистный, когда у нас их здесь полно. И сразу я побежал в библиотеку. Совместно с заведующей библиотекой Владислав Иванович провел первый праздник. Легенд, связанных с этим цветком, множество. Перечислять все нет никакой возможности. Но одно поверье – местное. Нам понравилось особенно. Как говорят местные жители, если набрать воды в этом роднике и полить этой водой дикий пион, загадав желание, желание обязательно сбудется. Наберу-ка я воды, пожалуй. А вот и пионы. Пионы в Радищевском районе растут повсюду. Есть они и в Селищевой балке, по горам в окрестностях муниципального центра и поселка Октябрьский. Буквально на несколько дней Радищевские холмы и овраги становятся настоящим раем. Зрелище описать невозможно. Его можно только увидеть. Уезжая, мы долго оглядывались назад и никак не хотели расстаться с пейзажем, с цветами и прекрасными людьми, которым хочется сказать огромное спасибо за неоценимую помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова